В этой компании «Черство сражений» за 6-й башни с декабря до середины июня этого года, то есть это 5-6 месяцев, проведено несколько заседаний. В Федеральном Совете по охранникам и культурным наследиям принято позитивное решение в пользу спасения влашных сохранений его. Это речь о необходимости перевода влашни из статуса регионального памятника в федеральный памятник, имея его общее мировое значение и колоссальные значения для развития мировой архитектуры и инженерного искусства на протяжении 20-21 века. Кроме всего прочего, были проведены открытые службы в общественной палате. Инженерные группы подтвердили, что влашни не находятся в таком состоянии, о котором говорил Министерство сияния, что она выводила замен на день, что произойдет колоссальное нарушение. Закрыл желание влашни демонтировать, перенести ее в другое место. С нарушением законодательства обоохранительства группы инженеров сказали, что влашни предлежит собраться на своем месте. Колоссальная компания в городе, жители, инженеры, международные группы, российские группы. Все-таки борьба уничала с успехом. 16 июня, правда, не гласно, было заседание правительства по судьбе Шолковской башни. И были приняты следующие решения. Башня должна быть отреставрирована на том же самом месте. Это первое. Второе. Должен быть объявлен международный конкурс на проведение стабилизованных работ и многоустройщих территорий. И третье. Было объявлено, что противоаварийная работа сейчас будет проводить РТРС и собственных средств. Остается очень много вопросов. Почему РТРС и Минсвязь в топе лет не занималась влашни? Почему те деньги, которые выделялись на эти работы, не были использованы в целевом уровне значения? Почему замминистра продолжает заявлять, что влашни были демонтированы? Не установлены сроки? По сути дела, мы стараемся перед необходимостью принять в правительство разработки проекта нового постановления, где будут установлены сроки международного конкурса реставрационного конкурса в полгода в власти территории и обозначены границы, параметры работы с влашни в рамках закона об охране культурного наследия. Подлинность формы и замысла первоначального, подлинность субстанций и материалов проявленного, подлинность окружения и подлинность технологий в нижнодородской облачке была спустена в реставрации. И вокруг нее было проведено благоустройство разработок последнего месяца. Позитивный пример. Продолжение на основных несущих стержнях, на карте, которая общая вина которого составляет 6,5 километров, и она достаточно небольшая. Она, которая стоит одновременно, поднялась на значениях. И вот, по крайней мере, те учеты, которые видны, все отмечают это. Причем благодаря тому, что эти конспорты хорошо пронескиваются и благодаря тому, что там применена резонанская статистику, имеющую большой состав и фосфор, который как раз обеспечивает их конкурессионный свойств. Мы наступили на то, когда общие люди столкнулись, когда важно наращивать, мы впервые столкнулись с увидеть, как вообще не было корови. Я только до 2000 года, я регулярно, не знаю, как, в последние годы писала письма и в московской правительстве, и в федеральной, и в школе, и в школе, и в школе, и в школе. У нас в институте выработали детально проработать технические решения, которые не может, в убеждениях, которые занимаются на такие моменты, в том числе. Мы предлагаем уместить уже реконструкцию к собследованию. То есть, мы на этот случай уже начать эту реконструкцию. Это не один, а другая. Сформать узлы. Вот то, что я говорила, частиц. Специалисты, по каждому узму, из-за буквально, мы напишем, по-другому не может быть. Вот эти все узлы оптентализовать. В некоторых случаях, возможно, какие-то проблемы. Ну, здесь нужно начинать эту реконструкцию, реставрацию, мы должны быть узлы, обойти все эти узлы, очистить, отойти все эти узлы. Благодарю, можно сделать, мы приведем сооружение к несущей способности, которая была настройка, ее создание. Правильно, это мысль, что процесс долг следования башни совместит с процессом ее реставрации и реконструкции. По результатам лазерного сканирования создана 3D-модель башни. Технически ее возможно как на месте отреставрировать, реконструировать, так и разобрав и снова собрав. Вот тут было высказано мнение, что есть опыт разборки и сборки без ущерба для конечного результата. Приводился пример со статуи рабочей столкновения. Я вам говорю, я говорю, что голова у колхозницы приварена неправильно. Я представлю, что я это вижу, и мне это режет все. То есть, отвечаете от того, что было высказано? Не то, что отвечает. Если башню забрать, как вы говорите, а потом собрать, мы еще не выйдем. Почему? Не выйдем. Потому что голова колхозница, это доказывается. Повреждения механических, приобретенных в процессе эксплуатации, мы не обнаружили. Основное повреждение, безусловно, как все знают и говорят, это коррозия. Но, к нашему счастью, там очень много примесей, которые требуют фосфор. Благодаря чему стержни имеют только поверхностную коррозию. Практически они совершенно не изношены. И основные, короче, несущие элементы, башни, находятся в роботоспособном состоянии, и все в порядке. А теперь вернусь к нашим выводам, вот и в одном, и в другом отчете, что старые конструкции обычно красны. Они для избежания. Казаны, для избежания. Вот, я думаю, что и предыдущие выводы, предыдущие от следствия рекомендовали почистить и покрасить казаны. Вот сколько мы, значит, занимаемся ответами, рекомендациями, но самое элементарное, что мы видим, что башни находятся в ограниченном роботоспособном состоянии. Вот так вот, в связи с этим протоколом, скажем, на встречание 16-го Вячеслава, нам, нашему министру и совместному РТРС, был поставлен вопрос о прекращении встречающих ситуаций в натуральные состояния. РТРС, на данный момент, разработал проект, уже не имеется проект эффективный, а консервации, когда он возникает. Они считают, что башни находятся в ограниченном роботоспособном состоянии, и у нее есть 2-3 года. Так? Вы сказали. Вот и все. А вы проект консервации видели? Это проект консервации. Вы видели его лично? Нет, нет. Он не видел. Еще вопрос, собственно, собственность. РТРС показал всем свое поведение. В тем числе, некрасивая влачность 1986 года. Его отношение к влаче как утиритарному, технологическому оборудованию, не как к флагмингу. А в последние годы стремилась всеми силами провести восстановление на демонтаж этой влачни. Значит, все-таки вопрос собственности, перевод ее в другую собственность. Один из кардинальных вопросов. Второй вопрос, связанный с этим, финансирование. Кстати говоря, собственность не только самая структура, но и земли. Второй, это, конечно, вопрос финансирования. Пока он не будет решен, кто будет финансировать, но кто будет собственником, в чем ведомость, это будет Москва и генеральная структура, неясно. Существует конфликт памятник регионального значения, а находится она в федеральном подчинении. Значит, здесь конфликт, пока он не будет разрешен, все это будет протягиваться. Вопрос туристической привлекательности влачни вообще никогда не кем не срабатывается. Значит, это отдельный проект, отдельный комплект проект, часть реставрации влачни. Продолжение следует...